Стоит и начал плакать и говорит О Аллах, это непременно для меня испытание Потому что это богатство, роскошь, имущество Если ты давал бы, в зависимости от богатаясь, близости к тебе То непременно это получили бы посланник Аллаха, алейсалям, ассалям Это получили бы непременно Абу Бакар, который был лучший из людей Поскольку ты это мне дал, я это непременно испытание и плакал И Рымар говорил, когда Аллаху Та'аля нас испытывал трудностями Мы достойно смогли это испытание пройти Но когда Аллаху Та'аля испытал нас роскошью, легкостью Вот это мы не смогли пройти, он говорил Рымар Мы проходим, мы вам чередуем дни легкости и трудности Есть столько разных людей И у каждого, если индивидуально начать слушать У каждого из вас на вашем уровне своеобразные трудности, которые вы переживаете Даже 50 на 50 можно вот так есть, даже отделить Сейчас все нормально, никаких проблем нету Есть определенные проблемы Чередует Аллах У вас сейчас проблем нету, через месяц, через определенное время будут определенные проблемы Потому что этот мир дом испытаний Аллаху Та'аля сказал, я вас буду испытывать Самое худшее испытание, которое мы сейчас проходим Самое тяжелое и страшное Это роскошь Наши дети Вот в селе, когда мы дом строили Раньше в нашем детстве, например, дети более-менее шустрые На заправках стояли за один рубль даже Они там что-то пытались заработать, сделать Как-то приспосабливались к труду Зарабатывать сами деньги Сегодня, когда человека просто рядом поставить Даже школьника за тысячу рублей в сутки не нашли Почему? Потому что Легкие времена он не нуждается в этих тысяч рублей Я самое абсурдное и глупое, наверное Можешь со мной, кто-то из вас не согласится Самое абсурдное, то что я слышал, как отец говорил Я в жизни, говорит, на какие трудности видел Я своему ребенку никогда не дам эти трудности видеть Да, твое это счастье, чтобы твой ребенок видел эти трудности Потому что эти трудности закаляют мужчину Сегодня такие мягкотелы пошли, которые 25 лет тоже он балухом не стал 25 лет тоже он жениться еще не готов Уровень его мышления, как у ребенка Он даже работать не способен Это твое счастье, чтобы он как ты С 7 лет, чтобы он к труду был приспособлен Джон Келфон был американский ученый Он провел эксперимент, назвал ее мышиный рай По-другому называется Вселенная 25 25, почему назвали? 25 раз он проводил этот эксперимент Результаты были одни и те же Он для мышей создал идеальный мышиный рай Там одна температура, еда, все есть у этих мышей Определенное время рост популяции увеличилось Своего апогея достигали и потом шел спад В этом спаде, когда все есть Развиваться начали гомосексуализм среди мышей Каннибализм начал развиваться Слушайте, у вас все есть Они мышей друг друга начали кушать Он назвал это, две смерти назвал Первый, смерть духа Когда наступает смерть духа, говорит Наступает и физическая смерть Уже ты жиром бесишься Ты не знаешь, как удовлетворить Вот это ненасытное эго, которое внутри сидит Сегодня шоколадок нету, который может нас сладости насытить Ласточку, если целый месяц мы там по кускам убирали Вытаскивали Сейчас ласточки для нас не шоколадки Для нас надо еще больше Мы стали такими дофаминозависимыми наркоманами Что мы не можем в нашу жизнь в руки взять Мы как животные стали Все, что это хочет, мы туда идем Какой-то соседку, Вадимат, увидели в какой-то шубе Срочно мне эта шуба надо Что-то здесь увидели, это мне надо Инстаграме что-то посмотрели Запрещенный соцсет в Российской Федерации Мне вот это надо Надо, надо, надо Стоп, своим страстям сказать никто не может Месяц Рамадан, уважаемые сестры Идеальная возможность вот это все переосмыслить и перезагрузить полностью Кто похудет, хочет идеальную возможность похудеть Кто хочет вот это, от этих всяких зависимостей выйти Месяц Рамадан идеальная возможность Уверевываясь Долгое время изучаю вот это вопрос Миротрансмиттеров, миромедиаторов, которые влияют Почему мы зависимы, долго отличают Больше и больше с каждым днем понимают, что месяц Рамадан это просто подарок Аллаха нам У вас бывает такое, что Ну давайте пример возьмем Вот я, допустим, вот каждый из нас состоит из Аклу, Аллах дал, тело дал, и душа есть у нас Каждый наш орган Все, что ему надо, что ему доставляет, удовольствие он берет И ничего ты противиться не можешь Представь себе, когда тебе говорят, на Харам не смотри Глаза тебе говорят, я буду смотреть А ты свой рот закрой Вот такой разговор у нас внутри Ты понимаешь Ты понимаешь, что музыку нельзя слушать Если ты ничего не сможешь делать, ты раб своей страстей, потому что Ты Аклу не можешь взять свое тело в руки, уважаемые сестры Ты прекрасно все знаешь Сегодня столько этих проповедников от одного иста до другого иста, любого иста этих разновидностей вещают о морали Но сегодня нету сил и воли у человека сказать стоп своим страстям Чуть-чуть трудно почувствовал Ой, у меня депрессия Он уже там вот такие разговоры запускает 17-летний ребенок мне пишет Посмотрите мне, психолога, у меня депрессия 17 лет депрессия Депрессия, что такое, откуда знаешь Что это такое Вы представьте себе, сможете, что ваша бабушка, психолога, ищет депрессию у нее Весь дом на себе таскала Муж там вкалывал, работал Жена в оборуде работала Вот так на Ашапе Ашапе делали И наступили те времена, когда Как наши салахусали говорили Чем ребенка родить, змею и собаку родить будет лучше, чем ребенка родить Больше так говорили Пожалуйста, вот такие времена наступили Сегодня видел буквально ролик Как ребенок говорит Я на своих родителей суд подам, потому что они меня родили Я не хотел родиться на свет Вы представляете, в какое время мы живем Может, для каких-то взрослого поколения это шок Но наши дети этим живут Вот здесь живут Если мы думаем, что мы даем им воспитание Наша информация, сынок, вот это не делай Вот это плохо Это просто такой Пшик такой на фоне той информационной Водопада, который льется на них Через эти соцсети 14-летний сегодня ребенок видит столько грязи Который Фераун не мог себе Который сказал, я Бог Который не мог позволить себе Сегодня вот так, хорамное, развратное 14 лет видит столько разврата Который ни один правитель прежние времена за всю свою жизнь не видел Вот такое время мы живем Мы живем в таком рае Где за короткое время наступает смерть духа После которого происходит и физическая деградация Поэтому, уважаемые сестры Если мы сразу заранее наших детей Воспитание, нашу жизнь в руки не возьмем Если своему нафсу, потакая своим страстям Будем на поводу нафса идти Пропасть нас приведет В этом же мире Не говоря уже, что в охране Ничто так не ослабевает И не уничтожает Наш вот это эго, который сидит Озверевший, жирный Который не может от каких-то Харамных вещей даже отказаться Месяц Рамадан идеальная возможность Месяц Рамадан, он может полностью ослабевать Через пост И полностью трансформация И сознание, и физиология И духа, и тело Полностью вы новый человек Уходите после Рамадана При правильном подходе к этому месяцу Рамадан Поэтому каждый из вас В первую очередь я тоже Цель ставим какой-то на месяц Рамадан Первоначально 2-3 дня поста Как будет тяжело Голова болит Организм перестраивается Непривычно А теперь вспомните В день у Роза Байрам 30 дней поста Утром просыпаемся И такую воду берем А, нельзя же А, можно Сегодня же у Роза Байрам И такая мысль промелькает Хоть бы сегодня тоже пост был бы Даже непривычно кушать Бывает такое у всех Видите как Первые 2-3 дня Тяжело Ломкий Да вот боремся Борьба идет В конце уже все Ахлу вверх взял над телом Говорит Хочется всю жизнь Чтобы месяц Рамадан длился Но после этих Походов Это у Роза Байрам Там будет их занимать Сегодня если подытожить Все что мы говорим Все что сегодня Среди нашей молодежи происходит Они просто бесятся жиром Вот и все Поэтому понимаешь Мудрость Наших предков Мудрость Сейчас понимаешь Какая великая И вообще мысль Мысль содержится В этих словах Абсолютно Я к труду не приспособлен Сегодня ребята 20-летние Как у нас Молодежь говорит Термщиками стали На диване лежат Терму ждет Жена там работает Ему зазорно платить Почему он за 20 тысяч Где будет работать Ему надо сразу 100-200 тысяч Вот такую вот Ситуацию в общем Если вкратце сказать Я извиняюсь за то Что продлил На самом деле Хочется чтобы